С вами Мэтр. Сегодня я расскажу про походы за силой в горы. Что это за мероприятие, для кого оно предназначено и что там вообще будет происходить. Ну, с точки зрения какой-то сложности, туристической, альпинистской, это вообще мероприятие несложное. Потому что в те места, куда мы будем ходить, в принципе, по большому счету, можно дойти и в кроссовках, но желательно иметь в ботинке хотя бы легкий трейтинг. Ну и, естественно, снаряжение тоже вам надо иметь свое личное, такое, как рюкзак, спальник, там вот эти вот все дела. Мы снаряжением заниматься не будем, каждый человек должен иметь свое. Это сейчас все доступно, можно брать не супер дорогое, крутое. Эти все вещи доступны, ну и тем более они в жизни могут пригодиться для поездок. Выхода в горы и все, ну, на природу, там, на пикники, на выходные, это все может пригодиться. В чем фишка? Фишка в том, что мы поднимаемся в другую реальность. Горы — это другая реальность. Нахождение в горах, ну, то есть, чем выше поднимаешься, тем меняются. Уж простите меня, дорогие шизотерики, но я применяю слово вибрации. Леу вибрацион. Леу вибрацион меняется, вот, и, соответственно, там другая атмосфера. И как-то можно сказать на таком языке, больше психологическом, это в том, что программы социальные, они так сильно не дают. То есть, ну, большое количество программы, в том числе и Грегоров, которые, в принципе, материальные, они создают поле такое по поверхности Земли. Вот, и когда поднимаетесь выше в горы, выше поднимаемся в горы, чисто физически переносим свое тело, то мы уже выходим из-под действия этих программ хотя бы на время. Они, естественно, на разных людей действуют по-разному, на кого-то сильнее, на кого-то медленнее, вот, по-всякому. Но когда мы поднимаемся в горы выше, мы выходим из-под действия этих программ. Ну, это просто физически прямо ощущается, это во-первых. Ну, и сами, конечно, по себе это места силы. Места силы, это значит, где мы наполняемся. Первое, мы этой силой наполняемся. Второе, второе, это где мы можем уже проявлять и свою силу проявить и почувствовать. Мы свою силу, то есть мы свою силу, которая у нас есть, находим, активируем и реализуем. Ну, и, конечно, само по себе место. Места уникальные в том, что воздух, вода, само нахождение там, оно меняет, в принципе, восприятие человека. И даже люди, кто ездили по разным курортам, где-то отдыхали, ну, сходили со мной в такие мероприятия, они говорят, ну, вот, где я был там на побережьях, на пляжах, ну, там, неважно, там, Турция, Мальдивы, там, какие-то вещи, говорят. Это совершенно другое, другие мировосприятия, другое ощущение мира, себя. Я, говорят, нигде не испытывал такого вот ощущения, восторга, всего вот этого, нигде не было. Вот. Ну, в принципе, я еще буду добавлять какие-то видосики, какие-то еще вещи к этому. Плюс, конечно же, что это мы, то, что используем, наши технологии, наши растения учителя. Это аммонита мускария, пантерная аммонита мускария. Вот. Все эти вещи, они помогают намного лучше, и там намного себя лучше слышишь, понимаешь что-то. Ну, и сами по себе трансформации, изменения, они идут намного быстрее, глубже и сильнее. Это мы не говорим вообще, убираем даже просто приятное наслаждение всем тем, что там можно видеть. Главный Кавказский хребет, восходы, закаты шикарнейшие. То есть, эти сами по себе виды, они некоторых людей вообще вдохновляли настолько, что они даже переезжали куда-то максимально близко, чтобы это наблюдать. Ну, курорт, курорт, высокогорный курорт. Намного лучше, чем, ну, не намного, но сравнимо, как и в Швейцарии, еще где бы то ни было. Все великолепно, чисто, идеально. И вот именно в такой обстановочке, где чисто, очень легко и хорошо можно соединяться с собой, со своим подсознанием, со всеми своими страхами, еще чего бы то ни было, и, собственно говоря, их выпровождать навсегда. Сложность похода достаточно простая. Каким-то спортсменом, еще тем бы то ни было, быть для этого не надо. Сверхподготовка, суперспециальное снаряжение, ничего не надо. Главное, это вот желание, понимание. Ну, и, конечно, если вы не были никогда в горах, это незабываемое впечатление в любом случае. Комментарии, подписки, все делаем, лайки ставим, вопросы задаем, ну, как обычно, вы все знаете.